Во-первых, мат. Как для мудаков, бля, написано! Известно только Богу. Иван Янковский – настоящий детектив и охотники за разумом. Драматическая пауза. Прекрасно. Привет. Иван Янковский и Александр Яценко получили награды как лучшие актеры онлайн-сериала. Чем онлайн-сериалы отличаются от, скажем, телесериалов, известно только Богу. Да и то, я думаю, не твердо. Сериал называется Фишер. Ну и, конечно, я тоже не могу пройти мимо столь яркого повода. Придется озвучить некоторые мысли по поводу сериала. Меня зовут Андрей Цветков. Поехали. Итак, сериал о поиске и немного раскрою интригу. Это шутка, никакой интриги там нет. И поимки жуткого маньяка по кличке Фишер. Поиском занимаются три следователя в исполнении артистов Янковского, Яценко и актрисы. Или как сейчас правильно? Она актриса или актер? Как в мире психопатов называть женщину актера? Чтобы психопаты не первоизбудились. Какой же вы следователь? Вы же даже не мужчина. Сериал такого рода обычно состоит из нескольких линий. Конечно, первая и главное это детективная линия. Вторая это взаимоотношения напарников. Ну или следовательской группы, как в данном случае. Эта линия нужна, чтобы актерам было что играть в промежутках между этапами детективной линии. Ну и частенько сюда докидывают всяких любовных или семейных линий, что часто не одно и то же. К сожалению, конфликт между напарниками это часто настолько надуманная вещь, что смотреть за этим иногда неловко. У меня тут много вопросов в нашей группе. Особенно к вам. К счастью, авторы Фишера не пошли по гибловым пути высасывания конфликта из пальца. А здорово прописали характеры героев, которые в силу своих личных качеств просто не могут не конфликтовать. Герой Янковского такой дворовый пацан-сексист, при этом хороший муж и однолюб. В его мире бабе место на кухне, он будет ее любить и спасать. Цыц, дуреха! Замолчи! Тесту место упечи! Ну а в милиции, естественно, должны служить только мужчины. Голову тебя охота оторвать за эту выходку. И понятно, почему он с презрением относится к героине Бортич. Теперь наш ход. Яценко, воспитанник хорошей московской семьи, весь из себя законник и, естественно, конфликтует на этой почве с героем Янковского. Который такой немного жеглов, если вы понимаете о ком. То, что отличает нас от животных, значит, я животное. В общем, наблюдать за этим конфликтом очень интересно. Это отличная работа сценаристов, режиссеров и актеров. Ну а героиня... Или герой, как правильно говорить-то? Бортич девушка, пробивающая себе дорогу в этом сексистском мире и в наиболее сексистской его части военизированной организации. Вы какого хера вообще ничего не сделали, а? В общем, простроено все и прописано и сыграно прекрасно. Но, конечно, не без проблем. Да, конечно. Давайте я немного дегтя добавлю в этот бочонок меда. Во-первых, мат. Я не ханжа и ничего не имею против мата в кино. Но это легкий прием для слабаков. А авторы, очевидно, не слабаки. Но вот я и сожалею, что они прибегли к столь дешевому приему. При этом можно было бы ограничиться небольшим, неакцентированным использованием. Как, например, Андрей Кончаловский в замечательном доме дураков. Никому не выходить! Если не хотите, блять, что вас пристрелили. Понятно? Но нет, здесь матом разговаривают. И это мне не понравилось. Его слишком много. С перебором, с горкой. Второе. Конечно, это реальная история и все такое. Но ее выбирали авторы. Подогревать интерес, накалять атмосферу за счет убийства детей или угроза убийства – это тоже слабый прием. Не одобряем. Мне всегда хочется, чтобы мучиться в хорошем, в хорошем смысле, по законам драматургии, заставляли сильных, а не слабых. Само собой, я докопаюсь и потом. Ибо весь мой гнилой организм, кажется, немного либеральный, живет за счет паразитирования на деятелях искусства. Но этот сериал я должен похвалить. Немного конъюнктуры никогда не помешает. Потому что он достойный, крепкий и вполне заслуживает вашего внимания. Особенно, если вы не так щепетильный, как я. И последнее. Это уже не о сериале, а о нравах кинокритиков. Кинокритик Елена Зархина из газеты.ру пишет. Все сравнения окажутся напрасными. Это она сравнивает сериал «Фишер» с сериалом «Настоящий детектив» и «Охотники за разумом». Сериал намеренно отказывается мимикрировать под старших братьев и пытается отыскать собственную интонацию и стиль. Непонятно, почему «Настоящий детектив» старше брат Фишеру. В этом есть какое-то злонамеренное или нет, это не так уж и важно, уничижение. Вот есть взрослые ребята в Голливуде, а вот тут дети в песочнице. А это не так. И сериал «Настоящий детектив» несовершенен, на мой взгляд, хотя я устал это повторять. И Фишер тоже несовершенен. И они абсолютно равны, как произведения. Равны в том смысле, что каждое произведение нужно оценивать по гамбургскому счету, а не в сравнении с другим произведением. Критику Зархину не одобряем. Сериал одобряем. Бусти, Донаталья, Артскарта, Сбера, если вам нравятся мои ролики и хотели бы меня поддержать финансово. Лайк, дизлайк и гневный комментарий, не меньше трех слов, если вам мои ролики не нравятся. Ну и лайк, репост в любом случае. Это была драматическая пауза. Пока.